Почему сегодня важно прийти на избирательные участки? Я думаю, это уже понимают даже дети, а может быть и даже более этого дети и понимают, потому что законодательный высший орган страны крайне важен. Крайне важно, кого изберут в этот раз, какие будут приняты законы. Мы сегодня можем очень много критиковать те законы, которые есть, но лучше сделать все для того, чтобы в Государственную Думу пришли люди, которые знают жизнь, знают экономику, понимают, что происходит, и законы принимали с учетом этого, с учетом важности тех вопросов, которые ставят люди, ставят жители, ставят избиратели. В городе Хабаровске 226 избирательных участков, избирателей 439 тысяч. Есть избиратели, которые идут на 30-й участок, где есть возможность, в соответствии с законом, проголосовать, не имея регистрации при соответствующем оформлении. И туда идут. Все сомнения о том, что будет очень низкая явка, сейчас отходят в сторону. Мы смотрим по активности избирателей. Первые результаты будут после 10 часов, но мы оцениваем, что это не ниже уровня прошлой избирательной кампании у государственной. Хорошо. А что вы хотели? Ну, призыв можно? Да, конечно. С учетом вашего вопроса отвечу. Конечно же, обязательно прийти на выбор. Голос каждого важен. Если кто-то не примет участие в выборах, то считайте, что этот человек не представляет себе, каким образом будет идти дальше страна, каким образом она будет развиваться. Ну и иногда даже может быть, и потом кого-то обвинять в том, что не все депутаты избраны, он не будет иметь права, потому что он не участвовал в выборах депутатов Государственной Думы. Поэтому хабаровчане – люди, умудренные опытом, активные. В городе всегда стабильная общественно-политическая ситуация. Во многом это происходит благодаря той активности избирателей, которая есть в городе. Она должна быть и сегодня. Нужно прийти на выборы, отдать свой голос, и в ближайшее же время мы узнаем результаты. Поэтому все с надеждой ждем избирателей на избирательных участках, а завтра мы уже будем знать результаты. Александр Николаевич, а что можете сказать тем, кто считает, что все и так уже решено, и нет смысла сюда ходить? Кто считает, что все уже решено, абсолютно неправильно. И в первую очередь те, кто считает, что применяется какой-то административный ресурс. Его нет. Главная задача органов власти – создать условия, подготовить избирательные участки, сделать все для того, чтобы была возможность проявить волеизъявления. Поэтому все решено будет только тогда, когда избирательные комиссии посчитают голосом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.